коллеги всем снова привет через пять минут мы продолжаем наш трек к нам присоединяется дима кузнецов я вижу что уже звук прогрузился видео сейчас прогрузится дима отлично да вижу тебя я представлю тебя чуть попозже мне главное технически проверить сейчас что все окей да вот ты можешь на самом деле сейчас расшарить презентацию чтобы она висела чтобы люди понимали куда они попали хорошо давай попробуем все видно отлично все тогда ждем 4 минуты и начинаем дима распахни пока пожалуйста на все окно несложно спасибо прогрузилась а я тебя только не слышу почему-то так я вижу что ты включаешь выключаешь микрофон но звук от волнения не туда нажимал ну еще расположение кнопок мне непривычное потому что время не каждый день используем в отличие от зум гугл мид стимс и так далее кстати что вы используете в качестве основного коммуникационного средства да мы все время пытаемся слаг потому что быстрее но слаг все время работает отвратительно поэтому уже привыкли зум запускать нормально у вас он не запрещен как в крупных энтерпрайзах нет нет слава богу что мы работаем с разного размера компании в крупных поголовно зум за закрыт но потому что это американское решение но все равно как бы тупой он использует медлый тоже потихоньку потихаря как бы но это но использует слишком уж удобно но альтернатив особо нет поэтому да если кто-то сделать отечественный зум то это сразу же будет это и пойдет крупных российских компаниях наталья напишите из какой компании если не сложно потому что но видимо это есть в крупной компании но с довольно демократичными устоями в импелком хорошо спасибо вот хорошо минутку и начинаем игорь пишет как сделают сразу купят да я даже знаю просто компанию которая разрабатывает отечественный зум не буду называть назвать имя я думаю что они рано или поздно заявят о себе окей так на моих часах 12.30 12.30 дима у тебя я надеюсь тоже представляю вам диму кузнецова дима является фронт-энд архитектором в компании тиньков вот если вкратце то дима успел поработать в таких именитых компаниях как дубльгиз в яндексе и сейчас сотрудится в крупной я думаю что всем известным компании тиньков что интересно про доклад дима расскажет как ребята делают редизайн 10 приложений за одну минуту как множество фронт-энд разработчиков трудится эффективно дружно и в едином я так понимаю фреймборке если можно так сказать дим подхватывай пожалуйста микрофон да спасибо так еще раз меня зовут дима я работаю в тиньков я фронт-эндер хотя на самом деле я уже хочу представляться наверное скорее как микро фронт-эндер потому что микро фронт-эндами я занимаюсь уже почти три года и сегодня я расскажу про наш опыт использования в контексте именно роста команды которая изначально была из трех человек а сейчас у нас примерно 60 я работаю в отделе привлечения сейчас называется отдел публичных веб-приложений то есть это те самые несколько тысяч страниц на домене тиньков ru и не только попав на который вы можете заполнить заявку и стать клиентом по одному из наших продуктов кредитная карта мобильный оператор страхование и так далее и мой доклад будет состоять из трех частей из них две вводных и одна основная про в основной части я попытаюсь ответить на вопрос почему микро фронт-энды стали у нас столь успешными и отдельно поговорим про критерии почему я считаю что они успешны а первые две это про первая часть про другие инструменты которые мы так или иначе использовали для попытки масштабировать разработку а вторая собственно вкратце совсем что такое микро фронт-энды чтобы мы были в одном контексте и так поговорим про другие подходы инструменты для масштабирования но первое это монорепа и главное преимущество здесь то что она у вас всегда есть то есть не надо ничего делать специально чтобы она вдруг появилась и на самом деле у монорепа много преимуществ а этой консистентности и возможность контрибьютинга по месту но если не настраивать процессы инструменты естественно в реальности все может быть плохо а уже при работе трех команд в одном репозитории ну вот в частности появляется проблема того что команды начинают править общий код под свои частные нужды это рождает неожиданные изменения как следствие баги появляется такое явление как вендоринг когда команды начинают копипастить себе какие-то библиотеки все это распухает портится дефэкспириенс трудно разобраться в коде и на самом деле здесь важный момент трудно разобраться в коде не только потому что его много но и потому что много брошенного кода который уже никто не знает как работать то есть восстановить логику почти нереально ну и разобраться соответственно в нем сложнее первое что мы сделали когда команд стало три то есть стало три приложения мы проблема какая возникла что релизный цикл резко возрос то есть у нас процесс был такой что нужен релиз все сливаются в одну ветку и происходит дальше регресс регресс начал занимать там вместо двух недель два месяца это стало большой проблемой и первое что сделали давайте команды будут жить своих собственных ветках после релиза как-то друг другу подмерживаться через общую ветку а релизе стоит своих и как мы и ожидали мы получили ускорение релизного цикла однако общие трудозатраты никуда не изменились потому что неожиданные изменения они просто стали прилетать не во время релиза после релиза и появилась новая качественная проблема это сквозные релизы когда вам надо перекрасить какую-то общую кнопочку в трех приложениях а сейчас эти кстати приложение уже не 10 как было анонсировано 20 а то нужно чтобы все приложения зарелизились и только после этого у вас вновь консистентный дизайн некоторые приложения могут релизиться раз в полгода или даже в год ну и кроме того такое разделение оно ограничено сверху количеством команд или количеством продуктов то есть нет смысла один продукт бить на 10 приложений потому что вы утонете просто в релизном цикле потом в рамках одной команды ну давайте пойдем дальше будем жить не в ветках а вообще в отдельных репозиториях и вроде бы мы уже по названию решаем все проблемы монорепы мы изолируем разработку настраиваем зоны ответственности у команд появляется полная свобода и отличный деф-экспириенс потому что репозитории маленькие легкие новые все прекрасно на самом деле здесь важно решить фундаментальную проблему который заключается в том что есть код за который никто не отвечает и если в монорепе это просто файлы которые постоянно редактируются всем кому это нужно то случае полиреп у вас появляются десятки репозиториев которые непонятно как контрибьютить кто за них отвечает в общем бардак и на самом деле усложняется еще и дебаг потому что надо найти эти репозитории а где вообще случился баг ну и кроме всего прочего свобода оказалась минимой потому что в общем то сначала все свелось к выбору если линд конфига который потом был стандартизирован ну то есть вы не можете брать просто любые библиотеки потому что у вас клиентский код сборка его распухнет в итоге поэтому здесь нужны стандарты следующая большая история это cms то есть у нас продакт-менеджеры они были готовы ждать андре ну месяц даже готовы ждать какую-то фичу на бою но они не готовы ждать контентных правок например лицензионного соглашения потому что это чревато многомиллионными штрафами если вовремя что-то не поправить естественно была создана cms сначала мы ожидали что мы там будем править какие-то тексты потом мы придумали уже систему чтобы можно было собирать страницы из разных блоков дальше мы начали прокачивать это все чтобы еще и форму можно было конфигурировать там количество input of раскладку по шагам а в конце концов мы туда начали запиливать логику то есть пишешь на псевдо языке логику компилятором превращаешь ее джейсон и это джейсон через контентную систему релизишь в обход тестирования вот выглядело круто но в общем то быстро стало понятно что от последних двух пунктов надо отказываться плюс мы получили контрактный ад потому что не был проработан процесс обновления контрактов на данные между cms и фронтом ну и кроме того стало понятно что контент менеджеры они про контент они они не про программирование и здесь слишком далеко заходить не стоит выводы здесь важные какие что во первых как и в любом на самом деле продукте нужна петля обратной связи то есть те кто пользуются вашей системой должны иметь возможность вам давать фидбэк контракты нужно именно процесс поддержки контрактов нужно отдельно прорабатывать чтобы им могли заправлять этим процессом не разработчики cms а контент менеджеры ну или какие-то другие люди ну и наконец поскольку основные пользователи это контент менеджер то есть система должна быть простой интуитивно понятной никакого программирования там быть не должно дальше вот этот пункт наверное многие сейчас ожидали потому что если вы хотите ускорить релизный процесс ну что здесь еще можно придумывать настройте ccd и все у вас все будет автоматически быстро мелкими итерациями все прекрасно и мы примерно так и представляли сейчас мы сделаем стопроцентный код кавередж у нас все вырастет релизы станут быстрыми и автоматически реальность оказалось несколько сложнее потому что ну во первых усложнился процесс разработки то есть на ревью разработчиков начали пинать требовать тесты у тебя упала там тестовое покрытие ты написал код не покрыл тестами в итоге у нас получилось много плохих тестов которые нужно во первых писать во вторых поддерживать то есть ты изменил код который вообще с тестом не связано у тебя 50 тестов упало потому что они плохие их надо там переписать поддержать еще что то при этом то есть мы залили такую слабенькую фундаментную плиту под пирамиду тестирования при этом стабильность никак не изменилась целом регрессы никак не изменились релизный цикл вообще никак не ускорился какие здесь выводы мы сделали ну во первых с точки зрения ускорения релизного цикла в пирамиде тестирования важнее все-таки вершина не ее основания при этом сия сиди требует больших инвестиций и в инфраструктуру и в то чтобы научить разработчиков писать тесты и в принципе процесс там написание тест кейсов и так далее нужно по-другому писать код и вообще самое главное здесь это то что ускорение релиза возможно не сразу то есть вам сначала нужно все это сделать а потом вы получите эффект а мы хотели эффект здесь и сейчас и собственно перед микрофонтендами последний шаг который мы предприняли это рефакторинг мы набрали выбрали всех самых сильных и крутых разработчиков в отдельную архитектурную команду и подумали ну вот давайте сейчас вы все от рефакторить и все станет прекрасно но в реальности случилось я вот снизу вверх пойду потому что первый пункт интересный самый во первых это естественно демотивирует надо разбираться в legacy надо восстанавливать какую-то забытую логику и понимать как это все работает во вторых горизонт планирования в итоге превысил все разумные пределы то есть как только туда команда погрузилась и дала оценку оценка оказалась абсолютно неприемлемой ну и самое главное если раньше команда а меняла цвет кнопочки а команда б ругалась и меняла эту кнопочку обратно то теперь если архитектурная команда меняла что-то в сборке веб-пака то продуктовая команда могли даже не понять что что-то произошло и релизить какие-то серьезные проблемные релизы и у нас был такой пример когда архитектурная команда сделала модерн сборку для хрома а у нас некоторые агенты сидели на 52 хроме в результате при выпуске релиза который нельзя было откатить потому что там были важные фичи а эти агентские формы отвалились и мы очень долго дебажили пытались понять что вообще произошло это тоже не добавляло позитивных эмоций поэтому какие здесь выводы во-первых рефакторить можно либо когда у вас есть тестовое покрытие и вы получаете быстро обратную связь либо если вы можете заморозить продуктовую разработку ну и на самом деле рефакторить неэффективно если у вас много брошенной логики то есть если у вас большой legacy проект и вы не знаете к там какая логика вообще есть и как ее восстановить то возможно стоит написать все с нуля микрофронтенды давайте поговорим что это такое буквально там в трех или пяти слайдах я уж не помню сколько их там микрофронтенды это архитектурный подход который наследуется от микросервисной архитектурный в применении к фронтенду то есть это какие-то отдельные части страницы которые имеют собственный релизный цикл но при этом они могут общаться между собой и с приложением и здесь важны два критерия которые делают микрофронтенды микрофронтендами во первых они живут в одном рантайме то есть если у вас на разных роутах разные приложения висят то это не микрофронтенды это просто два разных приложений а и они должны иметь независимые релизные циклы то есть нпм пакеты например это тоже не микрофронтенды потому что несмотря на то что они публикуются по-своему но их потом надо затянуть приложение собрать и целиком потом вместе с приложением выложить и в этом смысле это не микрофронтенды при этом а что вообще является микрофронтендами но первое что приходит в голову это такой аналог сортировки пузырьком который никто не пользуется но это прекрасная демонстрация вот здесь то же самое и фрейм это в принципе микрофронтенд потому что можно релизить независимо они находятся в одном рантайме при этом из плюсов полная изоляция однако дальше сплошные минусы нет сервиса от рендеринга большой аверхет на загрузку и так далее можно построить на микро сервисах то есть у вас есть некая прокси которая ходит в разные инстанции все это агрегирует в одну страницу и выплевывает ну и наконец третий путь который мы пошли это микромодули мы их назвали то есть это статические вебпак сборки джейсники которые лежат на сиденье и в рантайме они загружаются и исполняются при этом микромодуль ну или микроблок это react компонент в нашем случае который вот вебпаком собран в три файлика и лежит на сиденье он как-то общается с другими микрофронтендами и приложением я не буду останавливаться подробно как потому что есть у меня отдельный доклад два месяца назад я его делал где подробно разбирал в частности вот эту си 4 модель как у нас все вообще работает поэтому если вам интересно именно с технической части как это работает можете посмотреть там или задать вопросы мне после этого доклада а здесь я бы хотел сфокусироваться на архитектурных моментах в третьей части доклада но перед ней давайте поговорим почему я считаю что микрофронтенды стали успешными на тинькофру но давайте посмотрим на голые цифры во первых микрофронтендов у нас больше 250 уже ну реак компонентов у нас несколько тысяч а вот именно сборок разных которые постоянно ежедневно релизится их 200 примерно больше 250 все это дело разрабатывает примерно 50 разработчиков крутится это в 20 приложениях и вообще если вы зайдете на тинькофру вам придется очень сильно постараться чтобы найти верстку которая сгенерирована не микрофронтенды то есть у нас микрофронтенды натурально захватили тинькофру и не только тинькофру у нас несколько доменов давайте поговорим все таки о причинах этого успеха изначально мне казалось что это просто административный ресурс то есть мы архитектурная команда мы придумали микрофронтенды ну придумали реализацию микрофронтендов всем их внедрили и все но это не объясняет того почему дальше люди начали приходить и просить микрофронтенды себе в том числе и для использования в том числе и инструменты для того чтобы собирать свои микрофронтенды но возможно микрофронтенды это в принципе очень крутой подход и он взлетает сам по себе ничего для этого делать не надо но если мы сходим в интернет и посмотрим как он устроен как устроено большинство сайтов то там ничего про микрофронтенды нет я думаю что все таки ключевая причина успеха здесь это именно в правильности наших решений в ключевых аспектах и вот об этих аспектах мы о тех компромиссах в этих аспектах мы сейчас и поговорим в основной части доклада итак будет семь аспектов и первый самый большой аспект это связанность и тут начинается сразу интересные метапорфозы потому что в английском языке есть два слова которые на русский переводится как связанность это кауплинг и кхэшн извините за произношение кауплинг это больше про негативную коннотацию это когда у вас есть две системы которые между сами по себе работают прекрасно но иногда им надо между собой как-то взаимодействовать не хотелось бы но приходится надо что-то с этим делать а кхэшн это когда вы собираете систему из элементов и вам эти элементы нужно плотно между собой уложить чтобы они были сплоченными чем они сплоченнее тем целостнее система ну например если два человека работают иногда друг с другом общаются по каким-то вопросам это кауплинг а если у вас футбольная команда которая системообразующая связь которой в том чтобы люди бегали и друг другу пасы отдавали то это кхэшн и здесь чем больше они общаются тем лучше ну и собственно вопрос а микро фронтенды на странице это про кауплинг или про кхэшн но давайте начнем с кхэшна со сплоченности и здесь на самом деле при таком подходе у нас сразу огромный жирный плюс это свобода нарезки то есть вы можете вообще вот так по диагонали распилить страницу и в принципе у вас будет два микро фронтенда и они будут работать но у них будет очень жирный контракт его нужно будет во первых описать во вторых сделать процесс поддержки этого контракта вообще на самом деле про контракты часто забывают а про процесс поддержки контрактов вообще никто не помнит и это печально потому что если у вас есть контракт он у вас сто процентов когда-нибудь будет меняться и про это важно помнить дальше появляется связанность релизов собственно самая печальная вещь то что связанность определяется вот этим неравенством то есть окно временное окно независимых релизов оно ограничено сверху окном изменения контракта то есть если у вас контракт меняется раз в неделю то независимые релизы у вас в рамках этой недели если у вас приложение устарело больше чем на неделю или там какой-то микро фронтен все у вас появляется связь и с этим надо что-то делать и первый наш самый микро фронтенд это борт это вот эта штука слева она была именно сильно связана с со сторами приложения и в итоге когда появлялся новый какой-нибудь вклад то сначала нужно было про релизить все приложения чтобы этот вклад в сторах появился а потом уже релизить бор иначе вы получаете ситуацию когда ходя по разным страницам think of ru у вас вклад то есть то он пропадает это не очень хорошо давайте другую крайность посмотрим когда связи никаких нет тогда и контракт и не нужны поддерживать их не нужно никакой вообще взаимосвязи между релизами потому что контракты никогда не меняются потому что их нет но при этом появляется самое главное что здесь проблема какая возникает это ломается сквозная бизнес логика ну например у нас есть логика согласно которой в любое текстовое поле можно вставить текущий регион который будет ссылочкой если кликаешь на эту ссылочку появляется папа можно поменять регион и этот регион должен измениться во всех таких текстовых полях на странице ну или на следующих страницах в том числе то есть такая логика отваливается но много другой подобной логики и как результат этого недостатка мы можем взять только самые простые тупые компоненты а их не так много они меняются редко и в общем-то городить вокруг них микрофронтенды смысла большого нет и здесь перед тем как мы перейдем к компромиссу в этом аспекте хочется пару слайдов поговорить вообще про связи кто за них отвечает вот представим у нас есть две системы это очень абстрактный слайд то есть это может быть фронт-энд бэк-энд там компонент стор или это может быть например полиция и скорая помощь вот у вас грабитель бежит он сломал ногу открытый перелом и он сейчас истечет кровью при этом он с пистолетом отстреливается и вот если полиция прекрасно работает и врачи тоже прекрасно работают если они не договорятся то либо грабитель перестреляет всех врачей либо он умрет от истечения крови и сажать будет некого поэтому кто-то должен придумать как они друг с другом должны взаимодействовать но как правило никто это не придумывает заранее это просто на здравом смысле там как-то пообщались и все решили и это не очень хорошо что не помнят люди про вот эти связи никто их заранее не прорабатывает кто же должен прорабатывать может быть скажем что обе команды ответственны за эту связи и обе должны ее прорабатывать но такой подход он лучше чем вообще ничего не делать но такой подход это почва для конфликтов почему но чисто из экономических соображений что если одна команда заказчика другая имплементатор то вторая команда будет пытаться сделать максимум минимумом усилий для первой команды это не аргумент ей надо чтобы ей удобно было в итоге вот начинаются перетягивание дел поэтому я думаю что все-таки за связь должен при участии естественно всех команд при диалоге всех команд должен отвечать кто-то 3 это архитектор тем лид в крайнем случае менеджер важно вообще помнить что эти связи есть и что у этих связей так же как и у кода тоже есть холдер ну и давайте посмотрим на связи между нашими микрофронтендами внешним миром ну во первых связь приложением это какие-то данные которые приложение может поставить но эти данные всегда меняются обратно совместимо то есть могут появиться новые данные но если их там нет обязанность микрофронтенда сама самостоятельно сходить за этими данными куда-то всей есть react и связь с ним меняется я не знаю раз два три года как часто вообще у react обратно несовместимые изменения проходит по моему реже раза в год ну и наконец данные которые собственно компонент отображает из cms к но там у нас отдельный процесс я про это дальше расскажу то есть здесь проблем со скоростью изменения контрактов нет то есть здесь контракт реже раза в год здесь контракт вообще никогда не меняется а здесь у нас есть процесс ну и собственно перейдем к слайду баланса у меня таких слайдов будет 7 и вот в аспекте связей у нас есть две крайности с одной стороны мы получаем сильную связанность но свободу нарезки а с другой стороны у нас стабильность контрактов при этом мы сильно ограничены выборе того чем мы можем напилить на микрофронтенды и здесь у нас ключевым аспектом для баланса является время обновления самого медленного приложения у нас она составляет примерно полгода то есть мы можем напилить пилить наши страницы таким образом чтобы контракта между ними и микрофронтендами и приложениями менялись реже чем раз в полгода ну например раз в год окей это был самый долгий аспект дальше пойдем быстрее второй аспект зависимости наши микрофронтенды от чего-то зависит от каких-то нпм пакетов и здесь есть опять же две крайности с одной стороны мы можем все собирать внутрь и тогда мы получаем абсолютно воспроизводимые сборки которые удобно тестировать можно вообще на разных фреймворках даже делать эти компоненты но при этом во первых является дублирование зависимости то есть пухнет трафик клиентский ну а второй вопрос а как быть синглтонами ну то есть react на странице например должен быть 1 а если их 10 то кто должен что нарисовать другая крайность это вообще не включать в сборку зависимости сделать какой там dependency inversion runtime package management что-то вроде того мы полностью оптимизируем трафик однако правда в том что в нпм примерно никто не соблюдает симвер ну причина у этого есть во-первых фронтенд это в принципе область которой важнее быстрое развитие чем обратное совместительность во вторых нет статической типизации но наверное другие какие-то причины есть но по факту симвер очень часто нарушается поэтому просто по версиям здесь не хватит и в итоге у нас складывается ситуация когда релиз какой-то одной библиотеки может просто уронить там половину микрофронтендов вот какой здесь баланс мы нашли мы все-таки почти все собираем внутрь однако то что мы собираем у нас есть список разрешенных библиотек эти библиотеки маленькие проверенные а наружу мы вынесли react и react дом здесь мы считаем что эти библиотеки но во первых они большие и должны быть синглитонами во вторых меняются они редко и достаточно стабильный мы считаем что они симверу подчиняются такой баланс нам дал плюс примерно 3 процента gs трафика и то есть мы с одной стороны получили плюс 3 процента но при этом мы получили полностью воспроизводимые сборки и то есть выбирая между воспроизводимостью и оптимизации трафика воспроизводимостью сборок микрофронтендов и оптимизации трафика который тратит пользователи чтобы скачать себе эти микрофронтенды у нас получился вот такой баланс что да мы на 3 процента увеличили но при этом у нас все равно почти все полностью воспроизводимая сборка только react снаружи третий аспект это поддержка контрактов здесь речь о том что от данных которые поставляет смс к то есть у этих данных есть формат он постоянно почему-то меняется ну по разным причинам имеется ввиду и дальше возникает вопрос как должен с этим жить фронт фронтенд вот эти компоненты здесь давайте опять две крайности рассмотрим первое то с чего мы начали еще до микрофронтендов это фронт должен поддерживать все контракты тогда у нас нет какой-то связи между релизами данных в смске и релизами реализации на фронте нам не нужно обновлять данные потому что и новые старые данные фронт отобразить при этом у нас на фронте контрактный ад у нас фронт пухнет и самое главное здесь перерасход ресурса тестирования потому что тестировать надо все форматы данных и это очень неудобно с другой стороны если мы сделаем только поддержку ровно одного контракта мы полностью оптимизируем фронт однако придется проводить релизный цикл цикл разработки на каждое изменение контракта а у нас таких изменений довольно много но вот в частности в валидациях полей то есть валидация по идее она относится к контракту да то есть вот допустим какой-нибудь title в компоненте вот он ограничен 60 символами и теперь приходит менеджер говорит хочу 72 символа вот он меняет получилось он изменил контракт и нужен цикл разработки это неудобно поэтому какой здесь баланс мы выбрали мы все-таки поддерживаем только один контракт но мы из контракта выбросили валидации и компенсируем это тестированием с запасом то есть мы тестируем не 60 символов а 120 например это что там 72 кто-то выбрал ничего страшного не произойдет поэтому выбирая между тем чтобы поддерживать абсолютно все на фронте и поддерживать строго одну версию на фронте при этом быть простым фронтом мы выбрали простоту фронта но с той оговоркой что мы валидации выбросили из контракта и компенсируем это тестирование четвертый аспект это интеграция всей этой истории в реальные приложения то есть окей вы сделали ну или мы сделали микрофронтенды собрали их выложили cdn как теперь она будет в рантайме работать первый подход это сделать прокси какой-то инстанс который будет ходить старое приложение будет ходить в микрофронтенды все это агрегировать и отдавать пользователю какие здесь проблемы возникают но нет сначала какие плюсы да проще обновлять инфраструктуру потому что у вас один прокси инстанс он там работает с какими-то форматами их легко изменить в одном месте но усложняется сетевая топология то есть у нас дополнительная точка отказа у нас оверхет на сетевые запросы и самое главное это сложнее тестировать то есть одно дело когда тестировщик пошел в старибука там что-то потыкал а другое дело когда ему надо мини куб или кубернетис локально разворачивать чтобы это все сделать хотя изначально мы смотрели в эту сторону потому что у нас много приложений часть из них legacy не хотелось них лезть хотелось их оставить как они есть второй подход это что мы все внутрь приложения засовываем то есть у нас появляется некая сущность loader которая сама ходит cdn и отдает приложению конкретные реак компоненты но здесь естественно проблема в том что это надо все проинтегрировать во все приложения какой здесь баланс мы нашли мы все-таки этим путем пошли но мы сэкономили на интеграции потому что все наши приложения построены на типовом нашем самописном фреймворке и мы туда все интегрировали поэтому в приложениях это появилось просто обновлением фреймворка ну а что касается простоты обновления всей этой из всех этих форматов лодера и так далее то он изменился всего лишь один раз за два года и с учетом того окна в полгода обновления самого медленного приложения у нас проблем не возникло с его обновления постепенно в итоге выбирая между чтобы оставить приложение как есть ничего в него не интегрировать мы все-таки выбрали другую крайность интегрировали но при этом упростили себе жизнь тем что у нас приложение похоже и они базируются на одном фреймворке пятый аспект автоматизации тестирования здесь на самом деле должен был быть слайд про ручное тестирование крайность но я думаю что для кого уже не секрет что если вы хотите чтобы ваш код существовал во времени то вам необходимо его защищать тестами иначе он долго не проживет он умрет а поэтому сразу перейдем к другой крайности это все автоматизируем тотально то есть пытаемся полностью отказаться от ручного тестирования но здесь во первых дорого писать тесты под все кейсы то есть всякие анимации drag and drop и это все непросто с учетом того что то тесты end to end особенно они нестабильны это все надо поддерживать нужно много раннеров чтобы это все запускать то есть под каждый браузер каждую платформу еще и там можно под каждую версию браузера да то есть долго писать долго запускать сложно поддерживать в итоге какой здесь у нас баланс мы пишем макированные тесты только и гоняем их только на попитере одной версии мы при этом полагаемся на контракты то есть у нас есть внешние системы мы по каждой такой системе просим предоставить публичный контракт и считаем что система его соблюдает при этом это на самом деле не во всех системах просто было получить но это важный момент вообще понимание что у вас есть контракт и дальше этот контракт является водоразделом для определения ответственности кто виноват в том или ином инциденте если раньше все были виноваты то теперь очень легко понять кто нарушил контракт при этом мы оставили этап ручного тестирования который там занимает 1-2 часа и вот этим этапом мы закрыли все эти сложные кейсы cross-браузер нас там еще какие-то штуки у нас при этом очень много всяких тестов скриншотные тесты контрактные тесты при этом при всем наш pipeline проходит примерно за 20 секунд и это простите это я выдаю желаемое за действительно за 20 минут но все равно это прекрасный результат то есть после пуша можно через 20 минут уже попасть в бой ну в мастер в бой еще один pipeline понадобится то есть выбирая между полностью ручным тестированием и полной автоматизации мы естественно шли в сторону и продолжаем идти в сторону полной автоматизации но мы сэкономили на всем за счет того что мы используем маке мы тестируем только в питере и у нас остались ручные тесты и ручные тестировщики 6 предпоследний аспект это скорость релизов изначально как вы помните у нас задача была то есть у нас была проблема сквозных релизов и хотелось как-то быстро раскатывать вот какие-то общие моменты естественно мы целились в 0 секунд что как только вы нажали мер что у вас на бою сразу все случилось но здесь есть проблема то есть естественно профит в том что у вас минимально вообще возможный time to market но есть риск он маленький но последствия очень серьезные это положить весь тинькофф ру то есть релиз какого-то сказного компонента который не рендерится бросает ошибку все у вас все страницы за 500 или и с другой стороны можно вернуться к тому что было и релизить микро фронтенды не по щелчку пальцев а через каждое приложение отдельно то есть каждое приложение у себя регрессит новый набор этих компонентов и в какой-то момент релизе и соответственно полный релиз случится после самого последнего релиза приложения но это если не годы но месяцы точно и это не то что мы хотим поэтому да это очень стабильно но очень долго и самое главное перерасход тестирования поскольку одни и те же компоненты тестируют разные команды своих регрессов ну и мы придумали процесс незнайка это компромисс между вот этими двумя крайностями при этом естественно канареечные релизы были бы идеальным здесь решением но мы пока их не можем сделать потому что ну это не так просто как какой-то обычный инстанс кубернетисе зарелизе здесь это сквозная история и все несколько сложнее незнайка это про то что разработчики продуктовые ничего не знают про наш релизный цикл но на самом деле они конечно знают что раз в сутки сначала мы выкладываем на тест а через сутки если ничего на тесте не случилось там есть мир ринг трафика мониторинги алерты люди туда ходят то мы это же выкладываем впрод вот и в итоге мы добавили к релизному циклу сутки но это не критичные сутки поскольку бизнес заказ он в принципе там недели чтобы с месяцев до недель спуститься а мы всего лишь сутки добавили поэтому выбирая между максимально стабильными релизами и моментальными релизами мы взяли от плюс одни сутки к релизному циклу но сохранили при этом сквозную историю что мы щелчком пальцев раскатываем наши компоненты сразу в 20 приложениях ну и наконец последний пункт это масштабирование то есть к нам когда мы начали уже активно использовать микрофронтенды стали приходить другие команды говорить мы хотим тоже делать микрофронтенды проблема микрофронтендов как я уже говорил в том что если вы выпускаете плохой микрофронтенд вы можете положить сразу несколько приложений и здесь возник вопрос а как сделать так чтобы ну этот риск как-то убрать компенсировать и сначала мы хотели просто всех затащить наш монорепозиторий то есть у нас микрофронтенды лежат в yarn workspace с монорепи и просто там есть куча пакетов там 200 уже наверное и как-то там происходит разработка вот мы сначала позвали всех туда у нас во-первых резко вырос на демодулис у нас сразу сия из-за этого испортился потому что артефакты перекидываются и часть сторонних команд от нас сразу ушли потому что очень серьезный этап ревью куча всего требуется тесты всякие stories и специальные документация даже поэтому для многих это не подошло с другой стороны можно было бы выбрать полирепу то есть все как хотят так и делают где хотят мы просто поставляем инструменты но вопрос а как следить за качеством и здесь ответом стал локальный маппинг этот слайд про глобальный маппинг что такое маппинг это такая джейсонино которая определяет какие сборки микрофронтендов сейчас нужно использовать на бою для рендеринга страниц и все приложения смотрят в этот глобальный маппинг соответственно релиз он как происходит мы подменяем этот маппинг эту джейсонку и автоматом у нас все приложения начинают уже другие реализации грузить те которые указаны в этом маппинг маппинг имеется ввиду маппинг версии контракта на версию реализации поскольку у нас реализация привязана строго к одному контракту как я говорил выше а локальный маппинг это тот же самый маппинг зашиты внутрь приложения и такие маппинги они релизятся вместе с приложением и тестируются в рамках приложения да мы здесь теряем сквозную эту историю но те компоненты сторонние они почти во всех случаях относится только к одному приложению поэтому там нет вообще смысла в том чтобы его релизить такой компонент сразу всем потому что он нужен только одному поэтому его можно зарелизить в рамках релизного цикла самого приложения при этом оставляется большой плюс воспроизводимости сборки и но использование там некоторых тестовых наших инструментов извините поэтому сквозные компоненты только в нашей одной рима на репе где все настроенные очень высокие требования качества а кастомные компоненты они релизятся с приложениями только тем кому они действительно нужны как правило это ровно одно приложение где такой компонент нужен соответственно всем остальным они не нужны их там никак не релизят и риска уронить приложение там нет вот да сложнее следить за качеством но в общем то такой процесс ничем не отличается от обычной истории с релизом приложения где поменяли какой-то компонент поэтому здесь мы выбирая между полной свободы и каким-то абсолютным главенством стандартов качества мы выбрали все таки кто как хочет но стоя оговоркой что в этом случае вы будете релизить сами в свое приложение через свои процессы и здесь теряется именно вот сквозная история но сохраняется воспроизводимость сборок и инструментов тестирования давайте подводить итоги мы поговорили про 7 аспектов во-первых про связь микрофронтендов с приложением она у нас есть но мы нарезаем страницы на микрофронтенды таким образом чтобы эти связи менялись реже самого долгого релизного цикла но он у нас составляет примерно 6 месяцев дальше мы увеличили трафик пользователя на 3 процента но за это мы получили абсолютно воспроизводимые сборки которые легко тестировать дальше мы выкинули валидации из контрактов за счет этого за счет этого увеличили время жизни этого контракта но с другой стороны нам приходится тестировать чуть больше мы оставили ручное тестирование при этом очень сильно сэкономили на автоматизации всего и вся то есть да у нас автотестов они есть и их много но с ограничениями мы добавили к релизному циклу одни сутки но серьезно снизили риски и пока обходимся без скэнери хотя мы ее очень хотим ну и наконец кастомные локальные компоненты мы релизим внутри приложения при этом нам не нужно там никакого слежения за качеством мы просто поставляем инструменты которыми пользуются на этом у меня все всем спасибо пожалуйста вопросы сейчас включу тоже микрофон дима спасибо тебе за доклад давай разбирать вопросы первый вопрос от александра этого раньше была тема с портлетами особо не взлетела технологически сложная неудобно микрофронтенды этот идейно то же самое но на новые технологические платформы или что-то совсем иное так я там слова не услышал вероятно его не знаю как портлеты портлеты честно говоря даже не знаю что это такое микрофронтенды это просто подход то есть его можно тут проблема такая что реализовывать этот архитектурный подход нужно самостоятельно пока нет особо да там вебпак идет в ту сторону что модули федерейшн сделать еще там что-то но каких-то общеупотребимых универсальных инструментов пока к сожалению нет поэтому это просто подход который имеет свою область применимости и в нашем случае очень хорошо полетел вот ну вот как то так я только могу ответить на этот вопрос поскольку парк лето я не знаю что такое использовал окей хорошо так тогда следующий вопрос от артема с написано латиницей поэтому сложно было прочитать даже серии вопросов 1 может ли микрофронтенд публиковаться как отдельные приложения что имеется ввиду не совсем ну то есть микрофронтенд в нашем случае это во первых это часть приложения то есть если это просто приложение то это уже не микрофронтенд вот в нашем случае это статическая сборка то есть это джесс файлик который выложена сидим и соответственно в рантайме он скачивается в приложение запускается как джесс ну либо через виртуальную машину ноды на сервере либо просто в браузере через скрипт вот и дальше это реак компонент который там может быть использован соответственно если можно поясните вопрос то что не совсем понятно что значит приложение как микрофронтенд потому что микрофронтенд он определению часть приложения он когда он становится целым приложением это уже не микрофронтенд то есть это все таки не обособленный какой-то компонент который можно изолированно тестировать в том числе чтобы можно было его развернуть обособленно от основного приложения тоже для упрощения тестирования нет конечно это обособленный я даже может быть сейчас покажу ну например наш старик ну старик это окей это просто сборки ну допустим то есть вот это тестовое приложение это не настоящее приложение которое открывает главную страницу вот если вы откроете тинькофф ру это настоящее приложение да вот она там хидер подключила вот кит компоненты вот здесь соответственно те же самые компоненты видно что они не совсем так подключились потому что например тут перемены не развернулись но тестировать и здесь можно при этом у нас если открыть какой-нибудь например вот допустим старибуки можно посмотреть любое реальное использование компонента на бою то есть у нас вот здесь есть прям ссылки что вот такая версия используется вот на этой ссылке вот мы переходим и смотрим вот этот компонент долго открывается ну да здесь у нас прям вот полный список вообще всех использований соответственно изоляция это вообще главная фишка во всем нашем процессе потому что мы вот эти наши компоненты мы их потом не тестируем в реальных приложениях то есть максимум чем мы делаем мы выкладываем на тест и потом смотрим что алертов нет их нет ни разу вообще не было а все тестирование оно до мастера происходит вот в старибуке и в тестовом приложении то есть старибуке можно посмотреть какие-то эдж кейсы да вот тут видно что всякие там пустые строчки длинные строчки там еще что-то всякие разные комбинации пропсов вот есть real так real stories и так называемые это вот реальные использования которые загружаются из наш смс есть еще там какие-то всякие тестовые штуки фичи которые тоже можно потыкать вот поэтому все тестирование 99 процентов тестирования и девять десятых оно именно изолированное артем сейчас можешь выйти в эфир потому что у тебя еще есть один вопрос если хочешь задай его голосом да спасибо полностью ответил на мой вопрос второй вопрос он по сути немножко касается первого вопроса то есть насколько сложно и какие критерии должны быть соблюдены для того чтобы произвольный микрофронт какой-то микрокомпонент имплементировать в другое приложение то есть он изначально писался какой-то вот как ты говорил кастомный фонд кастомный компонент который использовался только в одном приложении и потом в связи с бизнес-процессами его надо переиспользовать в других приложениях такие критерии должны быть соблюдены и собственно какие касты критерии ровно один что контракт на этот компонент с внешним миром он должен меняться реже чем раз в полгода но обратно несовместимо соответственно все что она за исключением данных из cms поскольку у нас там отдельный процесс и там можно менять хоть каждый день вот если контракт именно с приложением и с другими микрофронтендами он есть и он меняется реже раза в полгода то мы можем эту сущность выделить легко и просто микрофронтенды если чаще тогда тут вопрос потому что сразу возникает связь между релизами то есть чтобы зарелизить этот микрофронтенд нужно порелизить еще какие-то приложения на самом деле вот эти полгода это немножко конечно уже устаревшая цифра мы ее сокращаем активно то есть у нас сейчас среднем приложение релизится там раз в неделю и даже чаще но начальное условие было именно такое что раз в полгода соответственно мы этим ограничены артем да надеюсь оба вопроса закрыли достаточно давайте двигаться дальше от меня вопрос на правах идущего были у вас случаи когда вы сильно деградировали какую-то часть функционала из-за того что какой-то кривой микрофронтенд хороший хороший вопрос спасибо сейчас в общем у нас есть открытый список пасмортомов инцидентов туда записывается вообще все на свете там их сейчас наверное четыре десятка за три года и самые два вот сейчас инцидента я скажу а ты оценишь они как сильно нам деградировали нет один инцидент что в одном каком-то блоке но сейчас я наверное не успею его найти но там в общем список был и там буллеты вот тут тире да там кружочек такой оранжевый и вот они после релиза исчезли вот это первый инцидент а второй инцидент был блок табов но он где-то есть тоже ну в общем там вот грубо говоря блок да и тут табики ты переключаешь а тут разный контент появляется и вот если значит переключить на такой таб у которого высота больше чем у первого таба то нижняя верстну следующий блок налазил ну грубо говоря высота блока не менялась там был была проблема в расчете высоты и верстка на некоторых табах которые выше первого она налазила на следующую верстку вот соответственно вот это два самых жестких инцидента все остальное более лайтово и в основном прода не касалась но а можно уточняющий вопрос проверку то понятно если она поплавата пользуется справиться а вот если человек не может что-то выбрать в радио баттоне это про то или нет таких таких инцидентов нет там не радио баттон там просто статический список с кружочком кружу кружочек чисто декоративность что это список все я понял и вот он исчез вот не просто самым являясь пользователь тинькова и банки и мобайла и там страховку периодически беру мне кажется честно тиньков уже знает про меня больше чем моя машина поэтому интересно просто как вас со стабильностью но я ни разу не видел просто что вы лежали хорошо так вопрос от саша переход по ссылке означает перерисовку всех микрофронтов например нажимаешь на карту обновляется все микрофронты или только фронт карты все я понял тут возможно две ситуации спа переход или полный переход если полный переход естественно все перезагрузится но с поправкой на кэш браузера что если какие-то микрофронты загрузились уже то они могут быть взяты из кэша но это чисто браузерный если это спа переход тогда он просто-напросто посмотрит при рендеринге новой страницы он посмотрит вот сюда и попытается взять отсюда микрофронт-энда вот они все если там каких-то будет не хватать он просто закинет загрузку недостающих и их догрузит саш но если нужно что-то еще уточнить пишите в чат двигаемся дальше тоже от саши только от контр-шоу используете вы какую-то велиотеку для обвязки микрофронт-энда или у вас самописное решение у нас самописное решение то есть микрофронт-энд именно клиент серверная сборка это просто модуль экспорт все равно и она там и валится в но джесс в виртуальной машине но джесс а клиентская история но это вот я даже могу сейчас открыть так видимо надо обновить и сейчас мы откроем какой-то микрофронт-энд вот например форма да вот ну и соответственно да тут обвязка которая просто в том чтобы она я сейчас быстро не найду ладно в общем это самоисполняемый код который дает где закрыли что который дает вот такой объект и дальше когда у приложения уже будет готова когда у приложения есть react но вызывает метод не салайз и собственно после его вызова компонент себя кладет в поле экспорт ну короче это немножко там очень маленькая обвязка но вот она есть она самописная и суть ее в том на клиенте чтобы сложиться в виндоу а дальше уже клиентский лодер он просто смотрит в этот виндоу и если есть берет если нет то просят догрузить ок следующий тогда вопрос давайте зачитаем правильно ли я понял да уточняющий вопрос мне кажется раскрыл это может быть лёша это просто просто быстро раскрывал от лёша пономарева правильно ли я понял что микрофронт это большой и сложный react компонент если нет то в чем отличная это реакт компонент он может быть большим и сложным или простым и маленьким у нас очень разные реакт компоненты ключевое здесь то что этот компонент он собран виппаком в один ну в три файлика в серверный js клиентский js и css вот ребята если у нас еще вопросы задайте пожалуйста их в чат если нет то будем закругляться еще раз поблагодарим диму дима спасибо тебе большое за доклад давай чуть подождем может быть люди сейчас как раз печатают последний вопрос отлично что у нас ждет дальше ребята в 1330 у нас будет доклад андрея цветцы из компании и по про клинах и текча вот приходите если эта штука вам интересно сейчас если у вас остались вопросы к диме вы можете его найти в шестом этаже фойе то есть сначала переходите фойе и дальше переходите на шестой этаж вот такая логика дима тебе еще раз большое спасибо давай увидимся спасибо за класс всем пока